Трудно поверить, что раньше в этих стенах была старая аптека. Теперь гимнастический зал, который ежедневно может принимать до 300 человек, желающих взять нормы ГТО. Капитальный ремонт, который длился три года, обошелся в 3,5 миллиона рублей из городской казны. Теперь не нужно скитаться в поисках подходящего помещения, говорят в центре тестирования ГТО. Мы были вынуждены выезжать на все спортивные мероприятия, в школьные спортзалы. Это было не очень удобно, потому как все оборудование мы везли за собой, перевозили его с места на место. Среди тех, кто первым оценил центру после капитального ремонта, министр спорта края Алексей Перфилев. Сегодня он тоже сдал нормы по прыжкам, подтягиванию, упражнению на пресс. Вообще в центр может прийти любой человек, мечтающий о значке ГТО. Возрастной порог от шести лет. Притяжение большое, но понятно. В последний раз Юрий Першин сдавал нормы ГТО 63 года назад. Сегодня ему исполнилось 90 лет. Дома ждут салаты и гости, а он здесь. Решил пройти все зачеты, только вот незадача, забыл дома медицинский допуск. У меня висит на перекладине груша, да? Я каждый день наношу этой груше полторы тысячи ударов. Полторы тысячи. Вот посмотрите-ка. Слышите звук? Это сталь плеча. В этом центре будут храниться заявки всех барнаульцев, сдающих нормы ГТО. Кстати, готовиться к труду и обороне в регионе начали 4 года назад, в 2015. За это время заветные значки получили 16,5 тысяч жителей края. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова